Каждый из нас пользуется услугами такси. Сегодня работает масса приложений, которые с помощью простым движениям пальца можно вызвать такси. Что примечательно, доехать от точки А до точки Б можно за очень выгодную цену. Здравствуйте. Какое настроение? Хорошо. Просто присоединяйтесь. Спасибо. Поехали? Поздороваться, спросить как настроение и напомнить пристегнуться этим правилам у Лжаса Албалтаев не изменяет никогда. Парень работает таксистом уже несколько лет. У Лжасу приходится ездить по городу, в районы и даже в другие регионы Казахстана. Все зависит от желания клиента и желания платить. Говорят, сколько таксопарков, столько и тарифов. Каждый таксист считает, что расценки его компании наиболее выгодны. Все зависит от запросов пассажира. Зачастую дороговизна поездки компенсирует комфорт. Далее уже за каждый километр человек платит 50 тенге. То есть это выгодно, это экономно. Я считаю, что всего за один километр 50 тенге это очень дешево. И есть еще один тариф, это эконом. 350 тенге, это первые три километра вам дается бесплатно. И далее, если более трех километров, то за каждый километр вы платите всего лишь 65 тенге. Сегодня у каждого городского таксиста в салоне установлен смартфон с приложением расчета тарифа и карты расчета. К примеру, если посадка 300 тенге, то дальше уже каждый километр по 50 тенге. Получается, если от дома до работы у вас 3 километра, поездка обойдется вам в 300 тенге. Вполне демократичная цена, если вы еще и с попутчиком. Ведь 3 километра даются вам бесплатно. Алло, здравствуйте. Это такси, я подъехал. Все хорошо. Скажу. Спасибо. Ну, если отрицательные стороны у такси, обязательно найдется тот, кто так и норовит накрутить лишний километр. Что для этого нужно? Нужно быть, конечно же, внимательным. Ну, и, конечно же, можно воспользоваться услугами простой попутки. Кстати, это очень небезопасно. Вот я сейчас попробую доехать до нашего офиса за 150 тенге. Вот уже первый. Здравствуйте. За 150 тенге вот сюда, на Тарикулу 15, довезете нас? За сколько вот можно довезти человека? Куда? Вообще вот. Ну, километр 3. Сколько будет стоить? Где-то 200 тенге, наверное, по-моему. Да? А бесплатно возите? Бесплатно. В трассе можно. Да? Все, спасибо. У нас же бесплатно, да, привезли? Да. Конечно же. Не 150 тенге, а бесплатно. С таксистами связаны криминальные, так и анекдотичные истории. Смеяться и плакать одновременно казахстанцев заставил столичный извозчик, который умудрился доставить иностранного гостя из аэропорта до гостиницы за 40 тысяч тенге. После ажиотажа в социальных сетях таксист не только вернул лишние пассажиры, но и лишился официальной работы. Выбирать таксопарк стоит по рекомендации знакомых. О тарифах на проезд расскажут диспетчеры, компании или пояснения в мобильных приложениях. А если вы не хотите пользоваться услугами такси, общественного транспорта или даже попутки, то вам мой оптимальный совет. Идите пешком. Это удобно, комфортно и, конечно же, выгодно. Шудин Саидов, Талхат Абдинабиев, Саид Ахмедов, информационная служба телекомпании УТРА.